Ну что ж, дорогие наши, мы снова пришли к нашим любимицам. Кстати, Несси, знаете, она ведет себя просто как волк. Такая собака, я объясню, потому что многие не понимают, почему мы, видите ли, не гуляем с Несси, почему вы это не делаете. Собака, она должна гулять и так далее. Ребят, смотрите, есть определенные стадии развития у животных, ювенильные периоды и так далее. Неонатальные и вот эта вот вся история, так же, как у детей. То есть, если у ребенка в развитии упущен какой-то из этапов, потом либо невозможно, либо очень-очень сложно догнать вот эту всю историю. Как раз-таки с Несси то же самое. Она всю свою жизнь, месяцев, по-моему, до пяти, когда мы там ее купили, было ей месяцев пять уже. Мы ее купили, она всю свою жизнь сидела в сарае, в закрытом черном сарае, темном. Ну и так получается, что, скажи, это вот наконец-таки не так, как дома. Дома только на пеленку можно, а здесь вот везде. Вот. Мы ее купили, и она все время сидела вот в этом вот сарае, она вообще ничего не видела, никакой жизни. А у щенков вот этот вот период, самый необходимый для них, он происходит, по-моему, с двух до четырех месяцев, когда щенок понимает, что можно не бояться. Есть другой мир, помимо, да, допустим, того места, где он живет. С Несси эта история упущена. И каждое вот такое вот действие, которое мы будем производить с ней, вытаскивать ее куда-то на прогулку, показывать ей что-то новое. Собака не переучится уже быть такой общительной, да, как любая нормальная, так сказать, собака. И она не станет радоваться этому. Это я вам со стороны, да, вот зоопсихологии говорю. Собака станет скрывать эту свою панику, но внутри себя она будет тихо паниковать. Видите, ей достаточно вот того, что сейчас с ней происходит. И со временем, конечно же, мы будем увеличивать ее кругозор, но она уже не будет таким животным, да, вот как мы привыкли видеть домашних питомцев своих. То есть тех же там хаски, маламутов, лабрадоров и так далее. Ну а теперь давайте о нашей пантерке. Наумичка, наумичка, зайка моя любимая. Давай, давай, моя хромоноженька, иди сюда. Скажи, я еще побаиваюсь, ведь будем потихонечку с тобой дружить. Тебе жарко? Ну я, значит, сделаю чуть-чуть потише. Да, Несси, значит, я сделаю чуть-чуть потише тебе тогда. Твой обогрев, у нее здесь, видите, раз, лампа. И вон там лампа, и обе они греют. Конечно, ей, видимо, жарковато. Хотя, нет, видите, конденсата, значит, ну не сильно здесь влажно. И в целом она науме смотрит туда, потому что там есть у них дверь. Но они там еще ни разу не гуляли, потому что пока что мы здесь привыкаем. Видите, к вот этой вот территории, поэтому я здесь сейчас сажусь и буду выжидать. Наоми, Наоми. Ты знаешь, сколько за тебя людей переживает? Сколько тебе желают удачи? Сколько людей искренне-искренне тебя любит? Наша маленькая, Несси. Маленькая девочка наша. Да, крошка. Друзья, ну теперь давайте о Наоми поговорим. Так получается, что кишечник Наоми, желудок, кишечник, дали нам понять, что, ребят, вы... Несси, наверное, опять задам, если захочет сделать дела свои, нет? Нет. Но как она сильно все-таки зависимо любит, она Наоми. Ей, конечно, намного лучше с ней. Я не знаю, на самом-то деле, с кем Несси было бы нормально жить. Потому что если бы эта собака попала в обычную семью... Друзья, смотрите, она себя не дает трогать вот со спины. Все, ей нельзя, видите? То есть мы можем вот здесь вот подрогать, погладить ее. Но она не дает себе трогать ни спину, ни заднюю часть тела. И я даже не знаю, в какой семье ей было бы хорошо. Вот здесь мы от собаки не требуем быть компаньоном. Мы просто говорим, живи. Мы за тобой ухаживаем, мы тебя кормим, мы тебя любим. И все, от тебя ничего мы не требуем. Никаких прогулок, никаких поездок на машине и тому подобное. Эти собаки нормально. Ну так вот, давайте теперь о Наоми. Ее желудок и кишечник дали нам понять, что, ребят, мы попереваривали кусковую пищу. Нас достаточно. Мы хотим снова кушать фарш. Потому что, представляете, у Наоми стали появляться каловые камни. А это, ну, как бы не очень хорошая история. У нее из-за этого может наступить что-то ужасное. Потому что вы все прекрасно помните поломанный таз Наоми. И вот такая вот всякая история связана, да, с, которая, с более плотными каловыми массами для нее может быть очень-очень опасно. Поэтому мы тихонечко послушали это, увидели и согласились вернуться на фарш. Да, уже у Наоми проявляются проблемы небольшие с зубами. Есть чрезмерный налет. Пока мы с этим ничего не делаем, потому что зубы только лезут. У нее лезут верхние клыки. Причем лезут так, что старые еще не выпали. Верхние лезут и уже успели оказаться в кариесе. Ну, в налете, в сильном. Вот так вот. Для этого нужно класть ее в наркоз, чтобы почистить. И, естественно, сейчас пока что нам такие проблемы не нужны. Для нас сейчас главное в жизни, чтобы она освоилась. Чтобы она здесь себя стала хорошо чувствовать. И после этого, когда она даст нам стабильность, что, ребята, у меня все круто. Мы уже можем прорабатывать этот вопрос, да, связанный с чисткой зубов. Но я вам еще раз повторюсь, это абсолютно не срочно, потому что зубы только растут. Они еще месяца два будут вылезать. А с ее проблемами, ну, связанные, да, в прошлом, так еще дольше. Поэтому, друзья, сейчас буду доставать фаршик и будем кушать. Обязательно вам это покажу. Несси. Несси. Кто здесь? Кстати, Алена сказала, что на видео она милее. И, ну, она просто тянется. Знаете, она сейчас в таком формате подростка. И она сейчас в своем не лучшем виде. Она, во-первых, облиняла. Во-вторых, она сейчас просто в тянучке. Ну, и, как вы видите, такая, да, похудевшая девчонка. Но это, конечно, временно. Скоро начнет матереть, пойдет в ширину. Так, друзья, смотрите, у Несси своя есть еда. Но меня радует то, что она хорошо кушает. То есть, я на самом деле думал, что Несси сегодня есть не будет. А похоже. Все очень даже наоборот. Но она чувствует, так сказать, поддержку от Наоми. Она видит, что Наоми рядом. Потому что мы сначала занесли же в этот дом Несси. Вопреки, да, мнению, что надо первую кошку в дом запускать. Вот, Несси начала метаться. Она очень испугалась. Прямо она ничего не видела. Она людей не видела. Она просто металась. Как только появилась Наоми, Несси стала себя прекрасно вести. И все стало у нее отлично. Так. На вами все равно, видите, оглядывается. Она видит там окно. И видит вон там окно. В нем тоже некоторое отражение имеется. Наоми, ну сегодня я тебя поуговариваю. Обычно вы прекрасно знаете, что Наоми уговаривать не нужно. Но сегодня, видимо, необходимо. Наомичка, давай, зайка моя. Давай, мой маленький леопард. Умничка. Я с тобой. Я с тобой. Давай, кушаем. Кушаем. Ну давай, ешь новыми. Друзья, видите, наша работа заключается не просто в уходе за животными. Она заключается вот в таких вот сложнейших моментах помощи животным. Вот она главная суть. Они у нас не поставлены на поток. Несси, ты не ешь Наоми на еду. Потому что у нее особо все. Вот. Они у нас не поставлены на поток. У нас нет огромного количества. И за каждым животным, друзья, мы стараемся ухаживать на все где-то 500%. Безусловно, бывает такое, что не все животные, повторюсь, да, восстанавливаются. Это не та история, где просто в зоопарк приехал котеночек от другой здоровой кошки, да, из другого зоопарка. И все прекрасно. К нам попадают такие вот проблемные животные, которые, как бы, ну, в своей жизни натерпелись очень многого. Поэтому сейчас нужно давать отчет тому, что такое бывает. Вот. И, знаете, меня так трогают слова. Я, на самом деле, в это верю. Конечно, могут найтись противники этих выражений. Ну, на, ладно, съешь, только не говори Наоми. Конечно же, могут найтись противники того, что вот такого не бывает и так далее. Я хочу в это верить, честно говоря. Вот. И, друзья, я надеюсь, что с Ханом мы еще встретимся. Обязательно он появится у нас в формате другого животного. И обязательно мы это узнаем, если это будет. Потому что Хан, вы все прекрасно считаете, так же, как и я, что Хан особенный. Наоми, ты все сдвигаешь в одну сторону, а по итогу ты не можешь кушать, тебе неудобно. Давай, давай, зайка моя. Так же, дорогие наши друзья, вот такая вот история. Вот до сих пор. Сейчас записываю вам видео, и до сих пор у меня приходят некоторые уведомления из YouTube. Вы дали Хану короткую, но счастливую жизнь. Вот что-то такое. Поэтому, друзья, да, я абсолютно с этим согласен. Мы старались. И я повторюсь еще раз тоже, да, что люди, которые пытаются нас в чем-то там обвинить, куда-то там пожаловаться. Вы не забывайте, пожалуйста, что вся эта история, за нее придется нести ответ. Вы куда-то жалуетесь. Значит, и на вас пожалуются. Значит, и вам вернется это в другом формате. Но все же вернется. Вы, пожалуйста, не забывайте это. Но это, опять же, не в сторону наших сторонников. Вы у нас самые лучшие друзья. Я, правда, я вас очень сильно люблю. И мы, может быть, там, да, действительно, не можем похвастаться миллионами подписчиков, но мы можем похвастаться самыми лучшими людьми. Самыми лучшими, самыми адекватными, самыми добрыми. Вот это вот я действительно с гордостью могу сказать. Итак, кто-то от нас, по-моему, ушел наверх. Ну, я тебе больше не дам. Настичка, у тебя есть своя еда, которую ты не ешь. У Наоми вкуснее, но ей надо кушать сейчас. Фарш на брови. Фарш здесь, кстати, ее белый ус. Правильно вы заметили, что он выпал. Также, дорогие наши... Ой, куда пошли? Куда пошли? Не-не-не-не-не-не-не. Знаешь, у тебя своя еда. Также, дорогие наши друзья, мы, наверное, будем сейчас отключаться. Буду закармливать девчонок. Ну, а вам я желаю хорошего вечера, спокойной ночи. И мы вас очень сильно любим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!